Всем привет! С наступающим Новым Годом! Ой, это вы еще и звук у себя выключили? Слушайте, я совсем разволновался, у вас много еще и людей в зуме. Я пока слушал Таню с Петей, я еще чашку кофе выпил, в общем, у меня прям сердце стучит. Ну, бог со мной, слава богу, он есть с нами, и что-нибудь из этого должно получиться. Ему виднее, что говорит мне, я так коротенечко, знаете, прошу его вложить правильные мысли и слова, пусть он говорит, а не я. Начну я вот с чего, пожалуй. Я работаю в фирме украшений с бриллиантами, у нас богатые клиенты, и сегодня сижу себе на работе, у нас короткий день был, час он. Вот, в фирме все русские, как бы, ну, в кавычках русские, и все-таки Новый Год надо было как-то обозначить, поэтому, ну, короткий день, и я усиленно там поддавал газу, чтобы все закончить к часу дня. Ну, в общем, сижу, никого не трогаю, слушаю новогодние передачи. Пугачеву я слушал. Вот, и вдруг заходит мой начальник с таким вот богатым дядей, ну, я его знаю внешне там, я понятия не имею, кто это. И он мне говорит очень красивые слова, спасибо, что вы делаете работу, вот, для меня это важно, и держи что-то в руках. И, наконец, я вижу, что он держит. Подарочный набор, литровая бутылка Грейгус со стаканами. В общем, я потерялся, в общем, я, ну, в ступор такой спал, сказал спасибо, поставил ее возле стола на пол. Минута проходит, заходит, значит, начальник и начинает извиняться, говорит, Вовка, слушай, я ему говорил, что тебе нельзя, а он все равно. В общем, знаете, я завис минут на пять, я просто, ну, потерялся, я не знал, что с этим делать. Такого еще не было вот за время моей трезвости. Я отзвонился, десятку сделал, потому что я испытал, ну, честно говоря, был такой небольшой позыв, и раздражение я испытал как-то, такое смущение. Я даже не знал, я даже не знал, как это все выразить. Спонсор был занят, так я другу трезвому позвонил, сделал десятку. Вот. И я благодарен Богу, потому что в первую очередь для меня сегодня существует свобода от алкоголя. Это не сбыточная была для меня мечта. Я человек, промучившийся более 12 лет в срывах. Я пришел в программу порядка 18 лет назад, я говорю всегда примерно, потому что у меня мозги пропиты, я не помню. Ну, что-то около того, да, и вот, ну, 12 лет мучений, в которых я пытался что-то делать, там, 10 репцентров за спиной, какие-то попытки закрываться в учреждениях, я жил в хостелях закрытых, что только не выдумывал. В общем, я, знаете, посчитал, так, примерно, у меня получилось примерно полтора года за вот эти вот 11-12 лет я прожил в закрытых учреждениях. Ну, не подряд, да, с перерывами. Вот. Я много раз пытался делать шаги, я много раз пытался что-нибудь предпринять, и я всегда срывался там в районе второго шага, потому что идея с Богом была для меня абсолютно дикой, неприемлемой. Вот. Ну, и кроме того, я тупо хотел бухать, да, то есть я там 2-3 месяца выдерживал, сколько мог, а потом я хотел бухать, а шел и бухал. То есть у меня, ну, какая там свобода? Там была полная неуправляемая жизнь, да, то есть я вспоминаю сегодня, слава Богу, эти воспоминания уже достаточно смутные, но все-таки они есть, и я помню, что это были вечные размышления на тему, где взять деньги, как заныкать, как затарить, как выпить, как сделать так, чтобы этого никто не заметил. То есть, ну, о свободе ни о какой речи идти вообще не могла. Вот. И Бога в моей жизни не было, я не знаю, комсоргом в школе был, то есть советское воспитание, не советское, совковое воспитание. В общем-то, идея эта была какая-то для меня вообще. Ну, маразматики какие-то в 20-21 веке зачем-то верят в Бога. Люди об алкоголизме, да, слушавших, вытягивались. Ну, вот у меня лицо вытягивалось, я думаю, ну, вот опять. Сказали бы, что не было. Опять начинать фантазировать, какую-то чепуху нести. Вот такое было отношение. И тем не менее я тянулся, потому что энергетика, атмосфера собрания, атмосфера людей, которые говорят правду, смотрят тебе в глаза, и ты считаешь только желание помочь, она привлекала. Мне все равно больше деваться-то некуда было. Знаете, в прошлом году я ощутил очень сильно полярность вот эту вот между болезнью и выздоровлением. Был у меня двоюродный брат. У меня сейчас 52 года, ему было 50. Он умер от алкоголизма напрямую. Вот. Было страшно. Знаете, я еще вот так вот никого не хоронил. То есть, ну, были знакомые, которые умерли от этой жуткой болезни, ну, так, чтобы близкий родственник, было довольно страшненько все это. И я ощутил, вы понимаете, вот это вот постоянное движение, мы говорим о духовном росте, я считаю, что все достаточно просто. Это постоянное движение либо к бутылке, либо от бутылки. Другого мне не дано. В силу моего заболевания уж так получилось, уж так сложилось. Ничего другого у меня в жизни нет. И все процессы, которые я проживаю в сегодняшнем дне, подчинены вот только этому движению. Я всегда двигаюсь либо к бутылке, либо от нее. И вы – это моя движущая сила от бутылки. С вами есть Бог. С вами есть ощущение того, что я делаю в жизни правильные вещи. С вами есть ощущение того, что я все-таки делаю каждый день еще один шаг в сторону от этого кошмара, от смерти. И если бы вы пригласили меня год назад еще, я бы говорил какие-то общие слова, может быть, о Боге и о любви. А сегодня я готов говорить об очень конкретных вещах. Вот. То есть я в полной мере в прошлом году ощутил, что это такое. В прошлом году я стоял у его могилы, молился своей молитвой. Я не помню, что я говорил. И я говорил Богу какие-то глубочайшие слова благодарности. Вот я стою живой. Я дышу. Я живу. И я могу еще очень многое себе позволить. Это потрясающая вещь, это чудо. Очень символично, что я говорю после Тани с Петей. Потому что я сейчас вот сижу здесь в своем Израиле и говорю с вами в Питер. А на самом деле сердце мое в Праге. В моей жизни произошло чудо. 15 лет назад меня бывшая жена выгнала. Я вылетал из дома, как пробка из шампанского. Выгнала со свистом. И с тех пор я оставался один. Мне очень хорошо знакомо чувство одиночества. Вот я говорю, что если бы еще год назад вы говорили, ну пригласили меня выступить, я бы говорил, я бы о любви говорил какие-то общие слова. А чуть больше года назад в моей жизни произошло чудо. Ну, я не буду сейчас долго рассказывать. Там была, знаете, такая вот невероятная цепочка совпадений, которых я давно не верю. Вот. И я познакомился с удивительной женщиной. Она живет в Праге. Я летал в Прагу дважды. Вот. Она со мной даже на группе была. То есть, ну, я познакомился с Даней Спетей лично. И даже она. Вот. А второй раз мы ездили отдыхать там в санаторий. Все такое. В феврале это было. И, в общем-то, ну, на Песок, в апреле она должна была прилететь в Израиль. Ну, коронавирус. И вот когда эта вся эпидемия началась, у нас был с ней такой суровый разговор. Она, я заметил, что она грустнее. День, второй, третий. Мрачнеет, грустнеет. Ну, ни о чем не говорит. А потом ее прорвало. Она разревелась и говорит, эпидемия, все, закрыты границы. Ты не будешь меня ждать. Все, у нас ничего не состоится. Я очень искренне сказал, как-то у меня такой, знаете, праведный гнев был. Я говорю, ну, почему ты обо мне такого плохого мнения? Я, ну, как бы люблю тебя, я собираюсь все сделать правильно. Она очень удивилась. Она просто была в таком шоке, в позитивном смысле слова. Говорит, что серьезно будет, сколько бы это ни продлилось. Я говорю, ну, да. Любовь стоит того, чтобы за нее пострадать, подождать. Да ничего такого страшного, в общем-то, не происходит. Ни война, слава богу, никто на фронте не погиб. Ну, закрыли нас. Вот. Но на самом деле это получилось к лучшему. Потому что, ну, знаете, пути Господнего воистину неисповедимы. Я не думаю, что если бы у нас были вот обычные свидания, общения, как это бывает у людей, да, или мы бы уже сошлись и был совместный быт, я не думаю, что мы бы так глубоко узнали друг друга. Потому что сейчас мы вот год сидим в скайпе, по полтора, по два часа вечера мы говорим обо всем. Потрясающе. Я, говорящая женщина, на протяжении двух часов. Ну, я не знаю, как описать это. Тут вообще с трудом хватает лексикона, чтобы сказать, насколько для меня это чудо. Потому что я не знал, что такое любовь вообще. Ну, как алкоголик, ну, где алкоголик и где любовь? Для меня это, ну, секс, ну, понятно. Вот. Я говорил своей бывшей жене, что я ее люблю. Вот. Ну, так принято, и я это говорил. И она слушала и даже говорила, что любит меня тоже. Пока в какой-то момент, вот когда уже дело зашло к разводу, я так это говорю, ну, чего ты меня выгоняешь? Я ведь тебя люблю. Она говорит, знаешь, дорогой, у меня все кости от твоей любви уже трещат. Вот так было. Вот так я любил. И на сегодняшний день у меня развиваются отношения, которые мне были незнакомы даже в юности. Мне 52 года, и я чувствую себя мальчишкой 18-летним. Мне хочется делать много маленьких глупостей и стоять на ушах. И я это делаю. Я посылаю смайлики, цветочки, песенки. И она мне, ну, короче. Вот. И вот смотрите, что происходит. Да, как изменил меня Бог, когда я пришел в программу. Как этот процесс вообще меняет человека. Это не хвастовство, это слова благодарности. У меня на сегодняшний день достаточно нормальные приятельские отношения с бывшей. Но все-таки у нас есть общая взрослая дочь. И мы общаемся раз в месяц примерно так. Вот. По всяким поводам. Ну, и мы люди, так сказать, уже не в первой молодости. Поэтому мы говорим о здоровье. А если быть более точным, о болячках. Вот. И у меня проблемы с желудком. И она говорит, слушай, есть такое средство, там, вот, алоэ. Вот. Я себе заказала, подруга мне в интернете купила. Хочешь, я тебе куплю бутылку и это самое. Попробуешь. Если что, будешь сам заказывать. Вот. И я позавчера был у нее. И я, знаете, ехал, вот у меня в голове крутились вот эти все мысли. Вот эта вот благодарность запоздала к ней. Помните, в книге есть где-то фраза. Да, что если бы не наши жены, мы бы не дожили до анонимных алкоголиков. Вот это про меня. И мне хотелось ей что-то сказать. И у меня как-то, она вышла, как-то все по бытовому. Язык заплелся. Я ничего умного не сказал. Все, что из меня выдавилось, я говорю, слушай, ты так хорошо выглядишь. Но, видимо, я сказала, ты достаточно искренне. Она так мило заулыбалась. И, знаете, я ехал, ну, мне там минут 15 от нее до дома. 15-20 минут. Я ехал, у меня всю дорогу была совершенно дебильная улыбка на все лицо. Какая маленькая вещь. И как много это дает. Вот для души. И какие потрясающие эмоции, как это все окрашено. И где был я в своей сумасшедшей, безалаберной, пьяной жизни, мне были просто недоступны эти эмоции. И сегодня это все доступно. И учитывая то, что мой срок трезвости не очень такой большой, у меня там, ну, 6 лет, 10 месяцев с небольшим, я думаю, что будет больше, если я продолжу делать то, что я делаю на сегодняшний день. Я думаю, что таких подарков будет, наверное, еще больше. И это тоже чудесно. Я сидел тоже, думал вот сейчас. Куча мыслей крутилась в голове, чтобы рассказать такое о любви. Я вспомнил такой опыт у меня был. Моих родителей уже нет на свете. И когда я протрезвел, они были уже очень старенькие. У мамы онкология, у папы Паркинсон. И мне нужно было пойти к ним и сделать девятый шаг. Сделать в кавычках, потому что это всего лишь разговор. А что значит делать девятый шаг родителям? Не пить. Просто не пить. Просто быть человеком. Они так долго этого ждали. Как можно коротким разговором возместить матери то, что она испытывала на протяжении 30 лет моих пьянок? И тем не менее я пошел на этот разговор. И как-то я маме все это выдал. Прости, мамочка, что был плохим сыном тебе все эти годы. И из меня как-то само вырвалось нечаянно. Я говорю, мам, я тебя люблю. Но если бы на тот момент был телефон под руку, и маму надо было, конечно, снять. Вот знаете, у нее на лице меняющиеся вот такие вот эмоции, меняющиеся мимика, и чувство смущения, чувство удивления. Она так это выдавила себе. Говорит, сынок, я тебя тоже. Я говорю, мамочка, а почему мы как-то раньше никогда об этом не говорили? Мама удивилась, пожала плечами, говорит, ну, это само собой понятно. А мне не было понятно. Мне никогда не было понятно, что такое любить. Что такое делать вот это вот уже прозвучало у ребят. Совершать действие. Любовь это действие. Мне это было абсолютно непонятно. Я понимал так, что вот, ну, я самый главный, и они все должны меня любить. Ну, а я, если они меня любят и показывают, как они это делают, я могу в ответ как-то даже тоже иногда. Вот так это примерно в моей голове укладывалось. Я ничего на эту тему другого не знал. Это был я, 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 все время я, и вокруг меня опять же я. Да, и только потом появлялись вот они вот эти. В основном они вызывали у меня чувство раздражения. Вот эти вот, которые близкие, там, всякие папы, мамы, они звонят, что-то хотят. Они почему-то мне говорят, что я должен не пить и так далее, и так далее. То есть там речи об этом просто не могло идти. И эти изменения происходили со мной достаточно постепенно. У меня не было яркого, мощного духовного откровения. Вернее, их было множество, но я их, ну, извините, ну, скажу как я, засрал я их. Потому что по-другому не скажешь. То есть у меня были такие прорывы, да, я чувствовал, вот прям вот он, Бог. Вот прям чувствовал. Видел какие-то проявления удивительные. И после этого я махал рукой, говорю, да ладно, фигня все это. И шел опять пить. И так много-много раз. Поэтому, когда я, наконец, пришел к своему выздоровлению, у меня было такое чувство, вот, не веря в себя, не веря в программу, и такой скепсис, я очень был таким тяжелым фруктом, как мне кажется. Вот. И тем не менее, простое выполнение тех действий, которые книга предписывает, привело меня в то состояние, которое я очень сумбурно и очень волнуюсь, пытаюсь вам сегодня описать. Это практически, ну, не полностью, конечно, но процентов на 70 – это уже другое существо. Да, там остается еще много чего. Там еще хватает и резентмента, и озлобленности, хватает и раздражительности, и компульсивности. У меня очень так вот выражено, это я взрывной такой, раз, как спичка, загорелся. Через пять минут уже сожалею, но уже успел. Уже рот мой открылся и что-то произнес. Как правило, не то, что нужно. Вот. Поэтому я понимаю так, что в одиночку я бы этого не сделал точно. И просто, используя помощь людей, без обращения к высшей силе, я бы тоже этого сделать не смог. Вот. И я недавно допечному, значит, ну, предложил написать вот это знаменитое упражнение. Напиши Бога, опиши, как ты его видишь. Он не понял, говорит, что писать-то. Я говорю, подожди, самый простой вариант, я сейчас свое возьму. Взял тетрадь, вписанную мной шесть с половиной лет назад. Открыл, и там, знаете, пафосно у меня таким еще крупным почерком, печатными буквами я выводил, старался очень. Моя концепция, да. И там у меня написано, Бог равно жизнь, равно любовь. Я не знаю, что я думал тогда, когда это писал. Я знаю только одно, что тогда это не было вот, ну, наверное, все-таки это был искренний какой-то выплеск, но это не было осознанно. Я еще этого не осознавал. А сегодня я это понимаю. Без Бога нету ничего. Бог – это жизнь. То, что я жив, это уже присутствие Бога в моей жизни. Каждый день, посыпаясь утром, я понимаю, что Бог существует вне зависимости от того, люблю я его, верю ли я в него, хочу я его или нет в своей жизни. И это моя задача – позвать его. Это моя задача – повернуться в ту сторону, где в моем понимании он находится. И коль скоро я эту задачу более-менее стараюсь выполнять для себя, то так или иначе получается прожить день достаточно удовлетворительно. И всему этому меня научили вы. Абсолютно. Ну, вот все вот эти вот вещи, которые мне казались, знаете, вот я когда пришел, мне программа казалась какой-то очень гуманитарной. Вот есть точные науки – физика, химия, математика. Есть четкие формулы, да. 2 плюс 2 равно 4 там. Формула там это самое. В АДН, H2O. Все понятно, да. Все написано с символами, цифрами. Все понятно. А тут много каких-то слов. И они как-то еще в предложении, в общем-то, не очень ввязались тогда. На уровне логики они вроде как понятны. Но как-то это все очень гуманитарно. Вот неужели вот эта вся говорильня может в моей жизни сделать что-нибудь вообще? А там вообще обещания такие. Переворот, революционные изменения. Да блин, какие революционные изменения? Какие? Мое дело – попробовать просохнуть. Я и пытался вот попробовать просохнуть. И вот из этого состояния полного неверия и желания хотя бы подсохнуть, даже не просохнуть, а подсохнуть, да. Я все-таки в результате выполнения этих шагов оказывается могу быть не только трезвым, но еще и счастливым. Я хорошо помню один из моих друзей из параллельного сообщества, как-то так сарказмом сказал. Молодой парень, я в очередной раз попал в репсентр. Он так посмеялся, говорит. Вовчик, ты, говорит, неизлечим, ты подлечим. Вот я подлечивался. А на сегодняшний день я понимаю, что с помощью Бога можно быть достаточно нормально. Вот. Ой, ребят, я еще совсем разволновался. Что-то еще были какие-то мысли, и не знаю. Я, в общем-то, вот этого чувства любви, как оно возникало и как оно развивалось, я, в общем-то, тренировался на вас, на новичках. Вот поначалу я этого делать не умел. А в дальнейшем, в результате служения, в результате посещения группы, я ходил очень много для того, чтобы после стольких срывов остаться трезвым. Я ходил полтора года, больше, чем полтора года, я ходил, ну, каждый день. Каждый день я был на группах, плюс слушал большое количество спикерских, плюс шаги. И вот в результате всего этого я научился как-то вот... Сначала это была некая жалость и милосердие во мне проснулось. Я начал понимать, что вот этот бедолаг, и который пришел, у него еще дрожат руки со вчерашнего, он такой же, как я. Не то, чтобы понимать головой, а понимать сердцем я это начал. Я начал как-то чувствовать некую тягу этим людям. Ну, может, я ему что-нибудь скажу, и он задержится и останется, и не пойдет снова, не набухается, а придет завтра снова на собрание. И вот потихонечку начало что-то получаться. Я ощутил, что, ну, можно, по крайней мере, проявлять любовь к людям. Если уж не любить, то проявлять, пытаться это делать. И вот так вот маленькими такими шажочками я добрался до такого состояния, когда, в общем-то, ну, во-первых, я рад каждому новичку, а раньше я не очень-то радовался. Думаю, вот пришел, сейчас перегаром тут будет, вонять пургу всякую, гнать начнет и так далее. Сегодня я рад, когда приходят новички, потому что я понимаю, что мы не зря открываем наши двери, не зря мы раскладываем книжки на столе, и не зря мы что-то говорим. Люди приходят. И вот это вот чувство милосердия постепенно начало перерастать в любовь. Я не скажу, что я прямо вот обожаю всех алкоголиков, меня периодически кроет, и я во всех страшно ненавижу. Ну, когда я говорю ненавижу вас, это понятно, что я ненавижу самого себя. Это чувство моей неполноценности, которая все еще не уходит. Вот. И обычно после вот такого вот накрытия, у меня бывает это по пару дней продолжается. Знаете, вот такая вот черная такая полоса, когда я не молиться, не хочу ничего. После этого бывает довольно такой эйфорийный выход из этого всего. И это, я считаю, духовный опыт. То есть я понимаю, что вот эти состояния психомоторные можно прожить. Их можно в крайнем случае, если уж совсем нифига не делать, их можно перетерпеть. Иногда приходится просто на зубах перетерпеть. И я в эти тяжелые времена продолжаю делать то, что нужно делать. Я молюсь, я медитирую, я хожу на собрания, я продолжаю общаться со своими подопечными, я передаю шаги. И вот день-два бывает. Ну, самое долгое время, когда меня вот такие полосы накрывают, ну, может продлиться там дня четыре, я знаю. И потом оно так выдохнул. Все. Я вроде как свободен. Свободен. Я счастлив? Да. А что нет? Нормально. Не забухал. Никаких глупостей не натворил. Ни с кем вроде не поссорился за это время. Ну, может быть, разве что отмолчался. И я ощущаю вот эту вот свободу. Свободу от себя, от эгоизма. В первую очередь. От чего мне нужна была свобода? От себя. От своих неправильных представлений о мире. О своих неверных, исковерканных, искалеченных представлениях о людях. И вот уже из вот этой вот свободы, когда я могу свободно выбирать, что мне делать, куда мне пойти. Из этого постепенно выросло чувство большой благодарности. И любовь. И, ну, я не очень-то, как-то, знаете, и раньше в пьянке, я не помню, чтобы я был таким уже ярко выраженным материалистом, что я вот предполагал, что счастье – это много всего. Как-то я не помню такого за собой. Я вообще как-то считал себя несчастливым по жизни. Вот, ну, я почему-то жил с мыслью о том, что я конченый неудачник. И меня вообще ничего не привлекало. Ничего. Вот я хорошо помню, там, машину купил. Ну, буквально через месяц уже не та. Ну, вот такое вот, да. Ну, наверное, знакомое это чувство. И в какой-то момент, я помню, я тоже работал с человеком, еще пытался делать шаги на иврите. Вот. И я не знаю вообще, для чего он мне это сказал. В тот момент я не знал. А я 10 лет из страны не выезжал. Ну, куда мне, зачем мне ехать? Киоск под боком, что мне, куда мне. Вот. Какие поездки, какие полеты. И он вдруг, я не помню, в каком контексте, он мне вдруг говорит, вот еще придет время, когда ты будешь свободно путешествовать. Вот. И я так удивился, думаю, вообще, о чем он, зачем мне это говорит? Какие путешествия? А трезвость принесла мне и это тоже. И я почему эту тему поднял? Вот. Два года назад встал вопрос, как мне отметить 50 лет? Поляну, что ли, на кровати? Вот. И как ты все это не вязала с тем, что я сегодня думаю и с тем, как я сегодня живу? Мне не хотелось никаких ресторанов заказывать, пусть даже с трезвыми друзьями. Мне не хотелось никаких семейных сборищ, потому что семья она небольшая, родители умерли, у меня есть только старшая сестра, ну, немного родственников, да. В общем, все это было как-то очень непонятно, что с этим делать. Знаете, что я сделал? Я в Питер ездил. Я свои 50 лет в апреле, получается, два года назад был у вас, пять дней, это было потрясающе. Вот я сейчас взглядывался, вроде никого знакомых не вижу из тех, с кем я тогда в Питере познакомился. Но это была какая-то, значит, совершенно фееричная поездка. Я приехал 22 апреля, мой день рождения, поэтому меня Вовой зовут, да, такая шутка. Вот. Я приехал, а у нас жарище. А по Неве лед сходил. И я помню этот первый день буквально, вот я только прилетел, утром выбрался из гостиницы, раннее-раннее совсем утро, да, и я иду такой по Питеру, и мне навстречу алкаш, потерянный, несчастный, убитый, грязный бомж, подошел ко мне и попросил мелочь. Я говорю, братуха, я дам, ты скажи, сколько тебе похмелиться? Говорю, сколько у вас бутылка водки стоит? Я говорю, просто прилетел, я понятия не имею. Говорю, я не знаю, 200 рублей нормально, я не знаю, сколько тебе дать. И я заметался, у меня не было в тот момент контактов, как бы у меня еще сим-карта не была ставлена на телефон. Короче, я потерялся. Я говорю, что с тобой делать-то? Я не знаю, говорю, ну ты знаешь про анонимных алкоголиков? И тут человек начинает плакать и рассказывает мне, что он уже пробовал лечиться, что он был на собраниях, и что он не верит, и что у него ничего не получается. Я тоже заплакал с ним вместе. Я говорю, брат, должно получиться, понимаешь? Вот я стою перед тобой, я сейчас прилетел в Питер, я кайфую. У меня хорошая, счастливая жизнь. Не знаю, что дальше там с ним происходило. Я очень расстроился, потому что у меня просто не было ничего под рукой. Все, что у меня было, это визитная карточка израильская. Она явно была для него неактуальна. Ну, в общем, вот такая вот символика, вот такие вот случайные совпадения. И я искренне верю в то, что Бог любит меня настолько, что позволяет мне все это увидеть. У меня задача-то простенькая. Мне главное все это не запортачить. Потому что, в общем-то, все делает он. Моя задача просто обращаться к нему и по возможности утром и вечером говорит, Господи, я благодарен Тебе, я Тебя люблю. Потому что Ты есть, во-первых, Ты Бог. Не мне с Тобой равняться, не мне пытаться понять, что Ты такое и где Ты находишься. Я лишь благодарен Тебе за то, что в моей жизни появились какие-то вещи, благодаря которым я узнал, что Ты есть. И я не перестаю удивляться, я не перестаю удивляться. И вот это Ваше приглашение. Вчера я был немножко ошарашен, удивлен, думаю, что на Новый год-то собираться. Знаете, это чудесно. Я расскажу вот такой эпизод. Не помню, сколько лет назад это было. Мы тогда в нашем Батьяме только начинали. Года два, может быть, было в нашей группе. И нас тогда было человек в шесть, семь, восемь от силы. И у нас как раз время, день встречи выпал на 31 декабря. И мы такие зависли, говорим, ребята, ну, всем вроде домой, как бы, ну, Новый год отмечать. Будем собираться, не будем собираться. Вот. Ну, в принципе, это Новый год в 12, а группа в 8, время есть. И я был, ну, я там сказал, я говорю, ребята, а я, ну, никуда ничего у меня, и дома-то нет, и семьи-то нет. Я, давайте, хотите, я приду, открою помещение. И, ну, и как-то под эту мысль мы все дружно решили, что да, мы откроем. Ну, нужно, а почему нет? Мы же в это время обычно уже заряжаемся. Так давайте, значит, ну, вместо этого откроем собрание. И это было потрясающе, потому что вдруг приехала девчонка молодая, вся зареванная. Говорит, я вот, ну, всю жизнь свою загубила, забухала, я себе цель поставила. Первый раз в жизни встретить Новый год трезвой. Она потерялась потом, она не осталась с нами. Но в тот день мы были для нее там. В тот день, когда ей понадобились анонимные алкоголики, мы сидели, и пусть не охотой, но мы открыли это собрание, и вот так вот Бог проявился. Вот так вот Он взял и послал нам эту девчонку. И я в тот момент увидел, для чего мы все это делаем. В Новый год, не в Новый год, в любой из дней мы должны открывать эти двери, я должен открывать эти двери, говорить вам то, что у меня на сердце, говорить с новичком. Тогда в моей жизни действительно Бог, счастье и любовь. Ребят, спасибо огромное. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Я желаю вам трезвого Нового года в первую очередь. Счастья, здоровья. И все. Спасибо. Я трезвый сегодня. Я думаю, что я жду, пока ведущий скажет что-то. Да, ведущий молчит, а это я. Спасибо тебе за спитерскую. Друзья, если у вас есть вопросы, то их можно писать в чате или ставить в чате единички и задавать их устно. Сейчас Лоло нам любезно скидывает в чат номер карты казначея для седьмой традиции. Напоминаю, что группа Спас тратит деньги исключительно на аренду помещения и несение вести для других алкоголиков, тем, кто еще страдает. Поэтому просим вас внимательно относиться к этой процедуре, в которой совмещаются духовность, духовные и материальные. Есть вопросы? Если нет вопросов, я задам тебе традиционный вопрос, который я задаю всем спикерам. Как проходит мой одиннадцатый шаг? Спасибо. Утром я медитировать так и не научился, в прямом смысле, чтобы сесть, расслабиться. Не получается у меня. Я пробовал, у меня даже была такая медитация, знаете, с гудением. Я пробовал, не пошло у меня дело. Не получается, и все. Я читаю рассылки, обязательно молюсь. Я когда просыпаюсь, в последнее время я вернул эту добрую привычку, а то что-то как-то ушла она немножко у меня, обленился я. Я когда просыпаюсь, я еще лежу в кровати, сразу говорю, ну, господи, я вот встал. Научи меня как быть полезным и помоги мне избавиться от жалости к себе, своей воли, своей корысти. Потому что я просыпаюсь каждое утро алкоголиком, это однозначно. Ну, вот Петя уже сказал, попробую взять на вооружение, кстати, проснуться, напомнить себе, кто я. Вот прям словом сказать, я вовы алкоголик. И я читаю рассылки в этом самом, ну, я их на мейл получаю, да. Вот, и я очень заставляю себя, несмотря на то, что это утро, и такое, знаете, все это набегу, я заставляю себя вчитываться в рассылки. То есть, ну, вот углубленное размышление. То есть, понять, что написано, осознать и осмыслить. Обязательно перед выходом из дома молиться на коленях, обязательно. То есть, я как бы не торопился, я езжу на работе на поезде, все в последнюю минуту там делается, но я плевать. На колени, пусть каратенечко, но я молюсь. Вечером хуже, я через раз, честно признаюсь, я подсачковываю. Раз отвечу на вопрос, раз не отвечу. Но помолиться, в общем-то, вечером тоже не забываю. Говорю ему спасибо за прошедший день. Вот. Я очень взял на вооружение, когда-то очень давно старая-старая спикерская Женя Молева, когда он говорит, вообще, ну, как научиться-то, да, молиться. То есть, ну, утром говоришь ему все, что пожелаешь, а вечером одно слово, достаточно. Вот. Но я стараюсь все-таки расширить, не совсем так. И у меня днем одиннадцатый шаг. У нас в Израиле есть такая штука, называется мезуза. Это такая колбочка, колбочка, не знаю, как назвать, трубочка. И в ней пергаментный свиток, защищающий дом, молитва, ну, молитва о покое дома. И она прибита так вот специальным образом, накосую к дверям. И вот у меня есть такое упражнение, когда вхожу в помещение, у нас везде эти мезузы прибиты. Вот. Я не целую ее, как это принято. Это негигиенично, особенно сегодня с нашей эпидемией. Я ее не целую. Я на нее смотрю и вспоминаю о том, что, ну, Бог-то есть. Я говорю, давай, пожалуйста, помоги мне войти в эту дверь и быть полезным. Вот. Ну, и в течение дня я делаю паузы. Честно говоря, как правило, на перекуре у меня это происходит. Я себя, честно говоря, ругаю за это ужасно, потому что у меня вечно обращение Богу с сигаретой. Как я не пытаюсь отделаться от этого? Ну, все равно я вспоминаю о нем именно на перекуре. Но я выхожу вот и довольно часто в течение дня я говорю, пожалуйста, покажи мне, что я сейчас не прав. У меня начинается вот какая-то нервная реакция. Я начинаю психовать. Пожалуйста, будь со мной. Покажи мне, как мне быть полезным, избавиться от саможалости сейчас и от озлобления. Ну, это срабатывает. Ну, вот как-то так. Большое спасибо за спикерскую. Скажи, пожалуйста, а вот с дочкой, да, у тебя дочка, по-моему, как у тебя взаимоотношения, как программа тебе помогает? Ох, жесткий вопрос. Спасибо за него. Отношения были чудесные. Были чудесные. Был мощный девятый шаг. Она ко мне потянулась после долгих лет необщения. Она мне в свое время сказала, ты мой биологический отец, вообще не приоближайся ко мне. Она взрослая, 27 лет. И вы знаете, и пошло все наперекосяк. В 25 лет я сделал подарок, мы с ней полетели в Лондон. Это для меня было очень символично по всем показателям. Ну, где я, где Лондон, да, тут еще и с дочкой. Поездка была чудесной, но она даже там уже изрядно мне нервы помотала. И я старался как мог. Вот я прям тянул, я старался как мог. И какой-то поддержкой, какими-то словами и деньгами и подвозил ее. И там, ну, что только не делал. Продукты ей покупал. Девчонка накуривается. И потихоньку у нее начало развиваться это все дело. И, в общем-то, в какой-то момент пришлось прийти к тому, что общение снизилось. А вот когда, как раз вот год с плюсом назад были похороны моего двоюродного брата, ее вдруг переклинило. Она устроила жуткий скандал. На похороны не приехала. Ну, она получается не двоюродная, а троюродная сестра. Она ее лучшая подруга, да. Она ее обидела тем, что, ну, у человека умер отец. Ну, как хотя бы, даже если не попала на похороны, как хотя бы не отправить в WhatsApp-то на смс-ку. Она, в общем, ну, куда-то отморозилась, моя дочка. И после этого устроила скандал всем и перестала общаться и с бывшей, и со мной. И это продолжается уже год. Я делал попытки, и, в общем, оно ничем не заканчивается. Звонки обычно получаются неудачные. Сегодня я уже даже звонить не стал. Я отправил голосовое. Доченька, поздравляйте с Новым годом. Хочу видеть тебя только счастливо. Это единственная моя мечта. Ну, вот пришел ответ. Спасибо, с Новым годом. Все. Вот так это сегодня выглядит. Очень тяжело. И я все время перевожу деньги. Там, я не знаю, были долги по алиментам, они давно закрыты. Но это мой такой девятый шаг, можно сказать. Ну, если условно, да. Просто помощь ребенку. Вот. Я продолжаю это делать. У меня на этой почве я даже со спонсором ссорюсь. То есть он давно сказал, что, ну, девка взрослая, ты потакаешь, как бы давно пора это прекратить. Я не могу. У меня сердце не позволяет. И все. И вот сегодня, к сожалению, я вынужден вот с таким грустным лицом говорить об отношениях с дочкой. А раньше я прям на собраниях. Она ко мне на юбилеи приходила. Я помню, очень волновался. Она прям сидела такая, по спине меня гладила. Знаете, было здорово. Я верю в то, что Бог так или иначе вернет это все в нормальное русло. Но на сегодняшний день она, ну, будем называть вещи своими именами. Ребенок у меня употребляющий наркоман. Да, то есть мне придется с этим жить. Ну, слава Богу, там не колется и так далее. Хоть так. Но, тем не менее, по поведению все эти проявления есть духовного заболевания. И я вынужден просто сжавши зубы терпеть и, к сожалению, просто наблюдать за тем, как это все происходит. Ну, вот так. Спасибо. 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 Друзья, время нашего собрания подошло к концу. Давайте еще раз. Володя, мы тоже тебя поздравляем с наступающим Новым Годом. Пускай у тебя все образуется в этом году. Спасибо тебе большое, что ты с тобой прийти. Это было, да, я поздравляю.